Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о московском метро. Оно хранит в себе невероятное количество интересных фактов и историй, поэтому мы сосредоточимся на одной ветке, на московской кольцевой. У нас в гостях Георгий Макеев. Гош, привет! Добрый день! Ну, расскажи, как ты сам изучал метро и какие возможности есть сегодня у тех, кто интересуется этой темой? Как и большинство, изучал на своей шкуре, эмпирическим путем. Переехал в Москву однажды и... Пришлось. Когда-то для меня самым интересным местом в городе было именно метро. Вот этот фирменный запах метрополитена. Сейчас, кстати, уже не тот запах, скажут знатоки его. Красивейшие станции. Как там разными голосами объявляют станции. Это отдельный мир, который, мне кажется, завораживает всех гостей. Вот среди москвичей экскурсии по метро, это я как экскурсовод могу сказать, не очень популярны. Оно нам, им кажется, таким привычным. Оно примелькалось. А вот для иностранных туристов это была одна из самых важных экскурсий в Москве. Всегда приезжаешь, что-то Кремль, оружейная палата, метро. Ну, еще конструктивизм. Потому что это яркий туристический бренд Москвы. Но не каждый об этом задумывается. А мы сегодня как раз поговорим об отличиях нашего метрополитена от другого. В общем-то, в мире есть метро и побольше, и попротяженнее, и поглубже, и постарше. Но наш метрополитен, вне всяких сомнений, самый красивый. Больше 40 станций метро только официально памятники архитектуры. А просто красивых станций так вообще гораздо больше. Я подумал, что эта экскурсия чуть дороже, чем остальные. Плюс 50 рублей на проход. Да? Чуть-чуть. Зато всегда в тепле. Ну, давай, мы сегодня поговорим про кольцевую линию. Когда ее вообще задумали строить? И она же, кстати говоря, не первая. Не первая. Скоро 70 лет этой линии будет. Она четвертая у нас по счету. Но она входила в первоначальные проекты развития метрополитена. Потом то выходила из этих планов, то возвращалась вновь. В разных вариантах были, в общем-то, десятки вариаций, как эта кольцевая линия будет проходить. По какой линии. Сколько, кстати, этих колец будет. Сколько будет там станций. И в дореволюционных проектах, и в советских проектах это кольцо менялось. До революционных? Даже до революционных. В общем-то, до революции у нас метро еще собирались устроить. Обращались по этому поводу и к немецким специалистам. У них был подобный опыт. Но постоянно или денег не хватало, война началась. Плюс, кстати, еще духовенство выступало против строительства метрополитена. Потому что, ну как человек может уподобиться вот каким-то чертям и под землю лезть. Это не по-христиански совершенно. А зачем просто вопрос, до революции был необходимым метропробок-то не было? На самом деле они были. Только из извозчиков, телег, карет. И в советское время эти пробки только усугублялись. Москва расширялась, в нее приезжало много рабочих. И строительство непосредственно нашего советского метрополитена началось как раз со страшной пробки в начале января в 31 году. Тогда стояла вся шестимиллионная Москва. И Моссовет уже всерьез задачился созданием подземной сети железной дороги. И метро довольно быстро у нас оформили. Уже к 35-му году открылась первая линия метрополитена. А как выбирали цвета для станции? Я так понимаю, что это было сделано отчасти для иностранцев? Есть такая информация? Действительно, это была секретная информация, но она как-то просочилась в себе. Если посмотреть на самые первые схемы нашего метрополитена, то видно, что они все монохромные. Черно-белые чаще всего. Может быть, принтера не было цветного у метрополитена? В том числе. Это связано было с особенностями полиграфии того времени, во-первых. Во-вторых, метро еще не было разветвленным. И все москвичи так прекрасно ориентировались по этим веткам. Ну, их различали разве что по названиям, собственно, и по цифрам. Все. А цвета были не нужны. Но, во-первых, метро росло. А во-вторых, в 57-м году его все-таки раскрасили. Ведь в 57-м у нас в городе прошел международный фестиваль молодежи и студентов. В город приехало много иностранных гостей. Чтобы им упростить участь способ передвижения, была раскрашена наша подземка. Это изначально всего лишь 4 цвета. Это самый распространенный, самый главный цвета спектра. Это синий, красный и зеленый. И четвертый цвет коричневый. Он образуется в результате смешения первых трех цветов. Что, опять же, было удобно для нашей тогдашней полиграфии. А то есть это какой-то смысл оказывается, что кольцевая на все их соединяет, как бы смешивая? Да, это косвенный бонус. Но, естественно, коричневое кольцо сразу породило популярную легенду, что-то якобы на первых схемах метрополитена оставил след коричневой кружкой. Сталин пил чай или кофе, снял кружку, посмотрел и сказал, вот так, мол, и строите. Очень много подобных легенд в истории нас. Про Николаевскую железную дорогу между Москвой и Питером. Там есть маленькая выемка, якобы по линейке императора Николая прокладывал. И там, где у него палец держал линейку, он обогнул ее. Много подобных есть байк. Но это, конечно, исторические байки. Ну и пусть. Коричневый цвет образуется в результате смешения первых трех. Вот, собственно, и все. А какие были перспективы развития кольцевой? Она же наверняка в каждые годы планировалась по-разному. И такой твит приобрела заранее не планировалось? Или такие планы и были? Угу. Изначально предполагалось, что у нас будет две кольцевые линии. Это большая. Большое кольцо метрополитена и малое. И они пойдут созвучно с бульварным и садовым кольцами. В общем-то, Москва всегда кольцами прирастала. И тут прям намекала на дальнейшее развитие метрополитена. На какую карту города ты не посмотришь у нас? Хоть географическая карта, хоть карта метрополитена. Видно, что она имеет колечно-радиальную схему. Из центра главные улицы расходятся и связываются кольцами между собой. Так прокладывали и наш метрополитен. Правда, от малой кольцевой линии отказались. Единственное, кажется, напоминание. Об этом у нас станция Курская. Вот там есть в вестибюле подпись. Станция Курская. Кольцевая большой линии метрополитена. Она была бы большой по Садовому кольцу, а Бульварная – малая. В 70-е годы предполагалось, что пройдет новая большая кольцевая линия. В 71-м году был принят новый генплан развития города. Согласно этому генплану по спальным районам предполагалось пустить новую линию метро. И Каховская линия метрополитена, самая коротенькая когда-то у нас в городе, это как раз была часть той гигантской кольцевой линии, которую проложили уже в наши дни, буквально на днях. Но она была задумана еще в советское время. Ну а что касается основной нашей кольцевой линии, о которой сегодня речь, то изменялось трассирование этого кольца. Сначала предполагалось, что вот ровно под Садовым кольцом пройдет это кольцо, но потом выяснилось, что все-таки гораздо логичнее пропустить кольцо через железнодорожные вокзалы и крупные транспортные пересадочные узлы. Поэтому наше кольцо метро немножечко выходит за пределы Садового. Оно соединяет знаменитую площадь трех вокзалов, Белорусский вокзал, Киевский вокзал, Проспект Мира, тоже важная транспортная развязка. Но до Рижского она не дошла. До Рижского не дошла, Рижский вокзал не столь загружен. Вот в принципе наше кольцо соединяет семь из девяти центральных вокзалов Москвы. Вот кроме Савеловского и Рижского, но что тот, что другой, находится всего в одной станции метро от кольца. Что тоже удобно. А по станциям, вот изначально закладывалось больше станции или меньше? В каком количестве дошла до наших дней кольцевая? Действительно, и количество станций тоже до конца изначально не было понятным. Станции изначально планировалось... Вот мы знаем, сколько станций у нас на кольце, кстати говоря, сейчас. Я так не скажу, надо считать. На вскидку. Но любители эзотерики и мистики, они всегда напоминают, что станции двенадцать. Видите, как знаков зодиака. И каждой станции там свой знак отдан и так далее. Но мы не будем этих вопросов касаться, но станции могло появиться больше. И сейчас, кстати, строятся новые станции метро. Ну, как минимум, одна из них. Вот самая известная. Ну, на Салатовой ветке, наверное, да? Она заточена на Салатовой ветке, будущее Суворовская. Я там живу, поэтому особенно жду, конечно, открытие этой станции метро. Очень долго откладывали строительство этой станции, потому что необходимо как-то вот прекратить работу всей кольцевой линии. И вести работу над этой пересадочной станцией. Ну, в наши дни, видимо, как-то это уже возможно. А если это кольцо наложить с красивой картинки метрополитена, которая круглая абсолютно, на город, оно на сколько кольцо вообще? Это, конечно, не идеальное кольцо. На самом деле, все они имеют определенные изгибы. И вот первые линии метрополитена как раз повторяли и рельеф. А потом, когда количество станций увеличивалось, и линии их стали спрямлять, чтобы было удобнее просто схематически показать. А вот на кольцевой сейчас, например, большой кольцевой, да? Или сейчас открывают станции, там, по три станции одновременно, да, одномоментно на какой-то линии. Как открывали кольцевую? Все станции разом или тоже запускали поочередно? Хочу заметить, что уже много лет подряд московский метрополитен, самый динамично растущий в мире, нам есть чем гордиться, строят сейчас ударными темпами. Ну, считай, вот как при Сталине. Да пока мы тут пишем передачу, еще пару станций открылось. Да я уже не успеваю за новыми открывающимися станциями метро. Вот только одну цифру-то запомнил, уже новые станции открываются. Ну, это, конечно, прекрасно. А вот в советские годы, кстати, метро вообще строилось с опережением. Вот южный участок Сокольнической ветки, красный, от метро Университет до Юго-Запада выходил в никуда, в поля просто. Известен случай, когда там в котлован метро упала корова, вокруг поля были. Нашу же кольцевую линию сдавали в три этапа. В 50-м году был сдан участок от Парка Культуры до Курской, в 52-м от Курской до Краснопресненской, нет, до Белорусской. И последний финальный в 54-м от Белорусской до Парка Культуры. Так кольцо замкнулось. То есть изначально кольцевая была не кольцевой, а какой-то дуговой? Дуговой, подковообразной и, наконец, стала полноценным кольцом. Кольцевая линия у нас всегда была одной из самых, что там, самой передовой. Вот новые поезда, там эксплуатируется Москва 2020, обожаю их. Скоро-то будет, насколько я знаю, не самое современное, уже что-то новое скоро выйдет на линию. Да, прогресс не стоит на месте. Первые широкие эскалаторные туннели появились у нас на кольце. Не по три, а уже по четыре эскалатора. Самые большие станции метрополитена когда-то были именно на кольце. Вот Комсомольская кольцевая роскошная, Таганская кольцевая, самая глубоко расположенная. Самые богатодекорированные станции метрополитена опять же на кольце. Объявлять станции голосами стали впервые у нас именно на кольце. А как до этого было? Чем объявляли? Ничего не было голосового объявления, да и москвичи ориентировались буквально визуально. Кстати, то, что у нас станции метро все такие красивые и разные, вот это дает косвенный бонус. У нас в метро очень удобно ориентироваться. Ты можешь ехать в наушниках и вообще какой-то отдельный элемент станции уловить и понять, где ты находишься. А почему на кольце эти наушества внедрялись? Например, голосовое управление, обозначение станции. Потому что так исторически сложилось. А если универсальный ответ... Почему бы... Если говорить еще про станции, когда говоришь про метрополитен, возникают сразу какие-то секретные станции, какие-нибудь бункеры вождей наших предыдущих. На кольце что-то такое мистическое есть, было? Ну, между нами вообще есть такое. Как раз к станции метро Таганская кольцевая примыкает бункер. Он, правда, рассекречен, ладно, в наши дни. Это тот самый бункер 42 на Таганке. Он прямо за станцией метрополитена. Там такой же зал, в принципе, только без облицовки красивой. Где запасной командный пункт был дальней авиации. Во время Великой Отечественной войны? Да, вот он во все время, в холодную войну, прежде всего, но особенно актуален был. Точно так же еще во время войны соседняя со станцией Кировска, но чистые пруды, пространство было занято под запасной командный пункт управления обороной. Точно такая же схема. Там к станции метрополитена примыкает еще один бункер, и выход в него как раз через метро. Ну, это то, что рассекречено сейчас. То, что рассекречено. Так или иначе, когда строился наш метрополитен, он всегда тесно сотрудничал с военными. Потому что часть военной инфраструктуры тоже располагается под землей. И при строительстве метро использовались, тестировались подземные бункеры, запасные командные пункты, бомбоубежища и прочее. Вот как это строить, как осуществлять туда вход-выход. Все это практиковалось при строительстве метрополитена. Ведь наше метро – это еще и объект гражданской обороны. И теоретически он может выступать в случае бомбоубежища. А если говорить про какие-то станции, которые не рассекречены, про которые, может быть, ходят сейчас мифы. Что там на Кольцевой, в ее районе может быть? На Кольцевой? Из мифов? Ну, мне вспоминается только байка про поезд «Призрак» на Кольце. Что это за поезд? Ну, есть такой поезд, который нельзя садиться. Но если уж сел, то нужно успеть выскочить на первой же следующей станции, иначе все закрутит тебя вот так на всю жизнь. Ну, у нас много байк разной степени наивности про метрополитен, про гигантских крыс размером с собаку, про души умерших при строительстве метрополитена, про метро-2, кстати говоря. Самая популярная, наверное, вот такая полулегендарная история. Вот что же за метро-2, есть ли оно у нас в городе? Нигде никогда подобной схемы не публиковали, официальных сведений нет. Но, возможно, есть служебная линия метрополитена для правительства, которое соединяет Кремль с бункерами, аэропортом, ну и, возможно, другими стратегическими объектами. Но нам остается только лишь догадываться на этот счет. Представляю секретную линию от Кремля до аэропорта. Какие там должны быть строительные были подвиги совершили. То есть, что она такой секретной линии, и пути уложены ниже уровня земли, чтобы по этому туннелю, если что, могла проехать и машина. Видимо, не знали о существовании вертолетов в то время, когда эту байку придумывали. А когда строили кольцевую линию в 40-е, 50-е годы, приходилось ли что-то сносить ради строительства этой линии, что пострадало на поверхности, ну либо под землей? Мне таких случаев неизвестно. Ведь метро проходило как раз под землей, что прекрасно, удобно. Но, по крайней мере, со многими трудностями пришлось столкнуться с строителем метрополитена. Это связано с особенностями геологическими. Четыре, если не ошибаюсь, раза кольцевая линия пересекает, например, Москву и реку. Там постоянно просачивались тоннели. Воду приходилось регулярно откачивать. Местами метрополитен проходит через карстовые залежи, вот такие пустоты пещеры. Где-то через плавуны. Вообще, вся Москва стоит, в принципе, на плавунах или плывунах. Это такая жижа, глина, песок, много речек подземных протекает. Поэтому, кстати, очень долго ничего тяжелого и высокого в Москве не строили. Но были созданы, в конце концов, технологии для такого строительства. Их впервые опробовали при строительстве метрополитена. Потом, когда строили наши высотки, в частности, имею в виду откачку воды из-под земли, заморозку грунта. Вот про заморозку грунта есть очень много легенд, как там жидким азотом якобы что-то заливали. На деле это все обстояло иначе, но грунт замораживался и сейчас замораживается. Применялись уникальные строительные технологии. Там, в частности, огромных по тем меркам размеров горнопроходческие щиты. Гигантские, самые большие тогда в мире. Это было самое передовое оборудование. И все это применялось, когда строили кольцевую линию. А это, кстати, щиты были сконструированы для метрополитена? Именно специально для метрополитена. Шахтное оборудование? Да, да. Первое время у нас не было качественного оборудования. Например, часть первой сокольнической ветки прокладывали не щитом, а открытым способом. Буквально разрывали всю улицу и вот так открытым способом укладывали тоннель. Так вся улица Остоженко, например, была раскопана. Поэтому она и называлась в свое время Метростроевской. И первые станции метро у нас в основном неглубокого заложения. Туда и эскалаторов нет. Нет такой нужды. А кольцевая она уже... А кольцевая, но там уже все станции глубокого заложения. В этом 12 станции. Ну и они особенно красивые, торжественные. 10 пилонного типа и две, самые мощные, это Курская и Комсомольская. Они колонны, самые просторные. А в чем разница? Вот колонны, пилонны, типы, что это значит? Ну, представь, вот мы в тоннеле внутри все вынули и подпирать его оставили отдельно стоящие колонны. Они маленького, как правило, сечения, много воздуха. А пилоны, это когда колонны низенькие, они чаще всего такие продолговатые. И вот между ними арочки, вот целую улицу из таких арочек сделали. Вот это колонны на минималках, скажем так. Я понимаю, что самая загруженная станция московская у метрополитена находится как раз на Кольцевой, это Комсомольск. Конечно же, Комсомольск. Это вот, прежде всего, узел транспортный пересадочный Комсомольская. Мы включаем и радиальную Комсомольскую, и кольцевую. Но уж точно она самая красивая, самая торжественная. Над этой станцией легендарная площадь трех вокзалов, она же Каланчевская. И поэтому она задумывалась как подземный перрон, очень просторный. Поэтому на красной ветке Комсомольской есть еще и верхний ярус с балконами, чтобы развести потоки пассажиров. А на центральной кольцевой станции, на Кольцевой Комсомольской, там высоченные потолки. 11,5 метров диаметра только туннеля. Это был в то время рекорд абсолютный в нашей метрополитене. И самый богатый декор. Как правило, все эти станции послевоенные. Послевоенной архитектуре предстояло стать триумфальной. Самые обычно мощные сталинки с богатым количеством декора, скульптурами, позолотой, лепниной. Они послевоенные. То же самое и с метрополитеном. Метро это очень яркий символ того, как развивается государство, какие мысли на верхах. Скажем, в конце 30-х у нас страна перешла от конструктивизма лаконичного к снова классическому стилю. И вот тогда, буквально в последний момент, к проектам конструктивистских зданий стали лепить всевозможные карнизы, колоннады и прочее. И это отразилось в том числе и при строительстве метрополитена. Наши станции особенно красивые, просторные, торжественные. Это, во-первых, подчеркивает заботу о советских людях. Но это не главное. Самое главное, это демонстрирует мощь советского государства. А вот комфорт пассажиров это уже второстепенная вещь. А какие архитекторы проектировали эти станции? Как их выбирали, подбирали? Над этими станциями работали самые маститые архитекторы. В частности, над Комсомольской кольцевой работал знаменитый Алексей Щусев. Это, в первую очередь, автор Мавзолея. Он был неофициально на хорошем счету у советской власти. Он же автор гостиницы «Москва». Здание Наркомзема рядом с Комсомольской площадью. И, кстати, Казанского вокзала над этой площадью. И он задумал как раз подземный зал с озвученным своему Казанскому вокзалу. Там тоже триумф такой русской архитектуры. Барокко, где богатая лепнина, картуши, мозаика и прочее. Над другими станциями работали архитекторы Иван Таранов, Николай Колли, Алексей Душкин. Это вообще знаменитый метростроевец. Это автор самых красивых станций метро. Помнится, лет 10-15 назад в интернете был опрос. У москвичей спрашивали, какие три станции метро самые красивые, по вашему мнению. И называли тогда Маяковскую, Площадь революции и Новослободскую. Все три работали Алексея Душкина. Он работал как раз в метрострое. Как же там называлась вот эта структура? В общем, геологическими разработками в том числе занимался. Это одна из причин, по которой он станцию Площадь Дзержинского проектировал. Ну, Лубянка нынешняя. Он был уже знаком с секретами подземелий. И поэтому мог работать на Лубянке. По этой же причине, скорее всего, допустили к строительству детского мира рядом на Лубянке. Ну, а на кольцевой ветке он отметился Новослободской. Для меня это одна из самых тоже красивых станций метро со стеклянными витражами. Кстати, впервые в истории метрополитена именно на этой станции применяли украшения такими разноцветными стеклянными витражами. Как будто оказался в каком-нибудь костеле. И действительно, мастера из Риги, которые занимались оформлением храмов, украшали нашу Новослободскую. А если все-таки пройтись по станциям, чем они в таком плане искусства, украшательства отличаются друг от друга? Ну, прям, можно пойти по кольцу, начать с Комсомольской, чем она украшена, и к ней же вернуться. Пройдемся по позициям. Комсомольская кольцевая. Вся эта станция, можно сказать, визуальное отражение знаменитой речи Сталина с Мавзолею, которую он произнес 7 ноября 1941 года, когда с парадом проходили наши войска по площади, уходили уже на оборону Москвы. Приближенно к тексту эта речь прозвучала так. Наша война освободительная и справедливая. Пускай в этой войне вас вдохновляет священный образ наших великих предков. Александра Невского, Казьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова, Александра Суворова. И там как раз портреты этих полководцев. Там Минин и Пожарский собирают народное ополчение. Суворов переходит Альпы. Невский там с иконой в руках. Кроме того, там символика триумфа русского оружия и его развития. Там изначально были барельефы, которые потом заменили на стилистические изображения. Мечей, щитов, шлемов, ружей, пулеметов. Там вся тема про оружие. Эта же тема военная прослеживается на других кольцевых станциях метро. Давай пойдем по порядку. От Комсомольской мы поедем на проспект Мира. Изначально станция называлась Ботанический сад. И там в том числе растительные орнаменты есть. Если не ошибаюсь, там какие-то колоски. Дальше Новослободская. Вот та самая со стеклянными витражами. Там люди разных профессий. Изображены архитектор, географ, энергетик и другие. И вот эти стеклянные витражи. А как выбиралась тема оформления Новослободской? Почему люди разных профессий? Какое отношение она географически имела к каким-то, не знаю, в вузах ничего нет? Я художник, я так вижу. Архитектор решил. Он сам выбирал еще какую команду с собой собирать. Так оформлял стеклянными витражами эту станцию. Друг архитектора, художник Павел Корин. Он делал вот эти самые мозаики, витражи. И считается, что, скорее всего, Корин в фигуре архитектора изобразил самого Алексея Душкина. Тем более, что за спиной этого архитектора изображение высотки. А Душкин строил высотку на Красных Воротах. Кстати, это единственная высотка, которая метро же подходит, по-моему. Прямо внизу высотки. Ну, из сестера имеется в виду, из сталинских высоток. Да, в других высотках такого не найдет. А кто-то для себя спроектировал? Алексей Душкин действительно жил в этом доме. Но расположение над станцией метрополитена, оно создавало многочисленные трудности инженерам. Потому что там как раз плавуны, грунт ползет. И грунт был заморожен для наземного вестибюля. И все понимали, что потом, когда его разморозят, высотка, которая стоит на этом грунте, она даст крен. Ведь замороженная земля вспучивается. Инженерные расчеты показали, что шпиль высотки должен отклониться примерно на 10 сантиметров по вертикали. Не знаю, как это рассчитали. И высотку начали строить заранее, с креном в противоположную сторону. В сторону Сухаревской. Я не представляю, как это на деле обстояло, как это можно рассчитать. Но потом грунт разморозили, и высотка встала строго по вертикали. Нигде и никогда больше такой инженерный переем не применялся. Из-за сложности в расчетах в том числе. Кстати, символично, что станция Красные ворота на красной линии метрополитена. Это удачно так совпало. Но точно не случайно нашу Серпуховско-Тимирязевскую ветку раскрасили в серый цвет. Потому что это созвучно названию. Для удобства ориентирования, опять же. Движемся мы дальше. Да, движемся дальше. С серой ветки. От Новослободской. Мы попадаем на пересечение с зеленой. Там белорусская. Там национальные мотивы Беларуси. Рисунок вышиванки белорусской. Мозаики и скульптуры белорусов-партизан. Там изначально и пол был в этом узоре вышиванки. Потом пол там перекладывали. Следующая станция Краснопресненская. Там революционная тема. Тема революции 1905 года. Он рядом все. Переобладает. Да, баррикадная. Там соседство с Краснопресненской. И в обеих там тема этой самой революции проиллюстрирована. Киевская станция. Кстати, единственная на кольце, которое действительно киевские украинские архитекторы оформляли. Она про историю Украины в разных эпохах. Там Пушкин в ссылке, например, в Одессе изображен присоединение Украины к России. Переяславская рада и украинские бойцы в Великую Отечественную войну. Там красивейшие мозаики. Дальше, 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 дальше. Станция парк культуры. Там как раз тема отдыха в парке культуры. Там пионеры с парапланом. Что-то там мастерят. Домики какие-то, спортсмены. Изображены студенты и студентки. Молодежная тематика. Дальше. Серое, опять же, пересечение. Добрынинская станция. Там представители разных республик Советского Союза. В виде красивых, кажется, каменных, да по мрамору. Там резьба по камеру, там барельефы, изображающие представителей разных республик. Вот так. Да, я пропустил оранжевую октябрьскую станцию метро. Одна из самых красивых у нас в городе. Тема, будто бы ты попал в какой-то подземный храм натурально. Под тобой красная ковровая дорожка. Она ведет тебя в окружении красивых фонарей на стенах. В торец станции, который изображает собой буквально алтарную часть церкви. Там полукруглая ниша, которая отсылает к церковной апсиде. Вот в апсиде, как правило, алтарь. И здесь этот алтар отделен решеточкой. И за ней голубое, наверное, небо. Что-то голубое. Это сразу, кстати, породило опасную шутку, что в Советском Союзе, мол, голубое небо только из-за решетки можно увидеть. Возможно, эта решетка отсылает нас к ограде парка культуры, который там рядышком как раз таки. А возможно, архитектор, правда, хотел устроить какой-то подземный храм, может быть, как храм, посвященный воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Ну и вот третья символическая мысль в том, что просто небо мы видим за решеткой. Ну и никакой, наверное, отсылки к решетке тюремной здесь не было. Так вот, Октябрьская наша и Пушкинская, Петербургская, они очень похожи. Там тоже такая ниша арочка и тоже какой-то голубой фон на заднем плане. Только там в нише памятник Пушкину, а у нас ниша с закрытой решеткой. Один тот же автор, архитектор Леонид Поляков. Он отметился у нас станцией метро, но прежде всего это автор высотки гостиницы Ленинградской на площади трех вокзалов. А как так получилось, что он два проекта в двух городах утвердил одинаковые? Отдали предпочтение московскому архитектору, там жюри в Ленинграде. Жюри был, это конкурс на какая-то основу? Конкурс был, да, был именно конкурс. И выбрали именно работу московского архитектора. Интересно, я думал, все так сверху спускалось, никакого конкурса. Были конкурсы, однако, да. Дальше движемся мы на серую ветку. Да, на серую мы уже пересели, она уже была. И на зеленую сразу перескакиваем. Павелецкая. Павелецкая тоже посвящена воинскому триумфу, воинской символике. Тем более, что, кстати, она пересекается с Павелецкой радиальной, а это одна из семи станций метро, открытых у нас в годы войны. Соседняя Таганская, точно вся про военную символику. И там представители разных родов войск изображаются на станции. Ну и соседняя Комсомольская. А, нет, Курская еще. Курская тоже посвящена воинской символике. Как-то милитаристично настроенное такое метро. Только после войны строились именно станции этого участка. Поэтому у него они и посвящены. Потом от темы войны постепенно стали отходить. А какие можно найти артефакты на кольцевых станциях? Я вспоминаю, по-моему, на Комсомольской, если не ошибаюсь, телефонные автоматы стоят советские в ряд. Непонятно вообще зачем, почему их не убрали, для чего это. Да, это ниши, оставшиеся от телефонов автоматов. Это на Комсомольской радиальной красной ветке. Действительно. На некоторых других они еще есть. Вообще не представляю, как можно было звонить из метро. Там шумно достаточно. А раньше поезда пореже ходили. И были такие окошки звуковые. У меня пять минут на разговор. Вроде того. На многих станциях метро, в общем-то, можно найти срезы окаменелости всяких. Там моллюсков, раковин. Вот из наших кольцевых станций, прежде всего, Добрынинская вспоминается. Там есть, я, кстати, недавно был, специально искал там эти окаменелости. Там есть пару моллюсков, вот прям идеально срезанных, такая вот здоровая раковина. То есть, имеется в виду настоящие окаменелости животных, да? Да-да-да, ведь это же все во мраморе, который у нас пилился, шлифовался. Кстати, никогда еще до строительства метрополитена у нас не было в стране столько мрамора в интерьерах. Но он появился. Причем специалисты говорят местами, этот мрамор просвечивается даже до 20 или 50, кажется, сантиметров. В общем, больше, чем светопропускаемость мрамора храмов Парфенона. Да, на строительство метро у нас не скупились. Это факт. А почему, кстати говоря, не всегда использовали где-то дорогие материалы, а где-то что-то более дешевое? Это связано, опять же, со временем строительства? Да, вот ровно так. Потому что после смерти Сталина у нас был принят государственный курс на упрощение в архитектуре. И многих архитекторов, которые получали государственные премии, сталинские премии за свои станции метро, за здания, они лишались этих премий. Но я не знаю, как там с деньгами обстояло. Эта же премия в деньгах выражалась в том числе. Но лишались звания лауреатов. И необходимо было строить уже проще, дешевле, быстрее. И вот так у нас в эпоху этого застоя появились многочисленные станции. Сороконожки, вот все по периферии расходящиеся, похожи друг на друга. Архитекторы были вынуждены жонглировать незначительными декоративными элементами. Где-то там мозаичку добавить, где-то там расцветочку другую. Только и всего. А в 40-е, 50-е, ну и 30-е на строительство метро выделялись гигантские суммы. Поэтому там мрамор, лепнина, мозаика. Это все очень дорогие удовольствия. Красивейшие там канделябры, люстры. Кстати, кое-где у нас в метрополитене вот эти красивые плафоны, вазоны, как и в сталинских высотках, сделаны из папье-маше. Ну, картон, по сути, крашеный. Но он действительно высокого качества. И этому не приходится особо удивляться. Еще в екатеринскую эпоху у нас интерьеры папье-маше стали изготавливать. Ну, добротный картон, он может прослужить тоже немало. И вот так миксовали. Мне нравится, что современные станции метро у нас тоже очень красивые, разные, оригинальные. И есть экскурсии, я знаю точно. И по современным станциям там есть на что посмотреть. В наши дни отказались от этой одинаковости. Если говорить про какие-то традиции, связанные со станцией метро, например, где-то потереть нос собачке и так далее, вот это на Баумаске, да, по-моему, делают? Да, на площади революции. На площади революции. То на кольцевых станциях есть какие-то вещи? Поднимаясь на Комсомольское, посмотреть через левое плечо, там плюнуть три раза. Из традиции есть только традиция поспать на кольцевой линии метрополитена. Я знаю точно, некоторые граждане этой традицией пользуются. Самое популярное, это, конечно, станция площади революции, потому что там больше всего скульптур. И там чаще всего трут нос собаки, овчарки. Я, конечно, не могу одобрять такую традицию, потому что нос все короче и короче. Он там отполирован, конечно, конкретно. Чаще всего студенты Бауманки, а Бауманка на той же ветке метро располагается. Есть традиция натирать нос собаке. Там есть разные традиции. Нужно успеть, например, приехать на поезде на станцию площади революции, потереть нос всем четырем собакам, а там каждая скульптура четыре раза повторена, и пока двери не закрылись, заскочить в поезд обратно. Тогда экзамен сдашь. Или там есть вот одна конкретная какая-то собака Баумана, вот которой прежде всего нужно тереть нос. Где-то там трут ножку или ручку младенцу, те, кто родить долго не может. Бывает, женщины еще наверх не поднимутся, уже беременные. Перед сдачей экзамена там еще студенту карандаш. Труд. Мало кто задумывается, но голосами разными объявляются станции метро у нас на кольце. В общем, это как и на радиальных ветках. Но вот когда ты едешь по кольцевой линии, по часовой стрелке, тогда станции объявляют мужским голосом. Ты обращал внимание, когда у тебя против часовой стрелки женским? Точно так же на радиальных ветках, когда ты в центр едешь, мужским голосом объявляют, а когда из центра женским. А почему? Это чтобы упростить ориентирование для слабовидящих пассажиров, чтобы им удобнее было ориентироваться. Но есть милая городская легенда, что это когда в центр едешь, мужским голосом тебя начальник на работу зовет, а когда из центра уезжаешь, это уже любимая жена домой на ужин. Ну это вот, мне кажется, более подходящая история. А на кольце ты же по кругу ездишь, тебя никто никуда не зовет. Вот, никто никуда. Ну вот такая традиция. Еще, кстати, вспомнилось, у нас на всех пересадочных станциях повторяют, не забывайте вещи, но на кольце все станции пересадочные, там это объявление делается через раз, через станцию. То есть на некоторых можно забывать. Да. Кольцевую ветку когда-либо останавливали, может быть, какой-то периодически это происходит, или она работает без остановки? Нет, это удивляет. В принципе, московский метрополитен никогда ведь не закрывался, кроме нескольких дней в начале войны, только в октябре 41-го. Пару дней митрополитен не работал, и все. В остальном никаких перерывов, накладок. Все работает как часы. Нет, в плане реконструкции, вот, например, собираются вводить рано или поздно на салатовой ветке кольцевую станцию, да? Это же надо будет что-то останавливать. Да, там обходные тоннели как-то создают вокруг этой салатовой ветки, чтобы кольцевые поезда обходили, а потом откроют центральную платформу. Вот так я понимаю. Так что никаких перерывов не будет, потому что это может парализовать работу метрополитена. Точно так же, если какие-то новшества возят, но вот как сталинские мозаики перекладывали у нас на кольцевых станциях, это делалось по ночам, чтобы днем не перерывать работу метрополитена. То есть люди каждый день на работу приезжают, смотрят, раз там Сталин подмигнул, лоб переложили. Надо бросить пить. Хорошо. А если говорить про то, в экскурсионном плане, самый большой интерес, какие станции вызывают у людей? Чаще всего ни одна экскурсия по метро не обойдется без кольцевых станций. Не всех обязательно, но хотя бы нескольких. Вот Комсомольская кольцевая, она не может не впечатлить. На своих экскурсиях я чаще всего показываю как раз свою любимую Маяковскую станцию метро. Красивейшая. Она какая-то очень пустая, как по мне. Ну вот в этом ее изюминка. Не так уж много станций в стиле арт-деко. Это роскошно, красиво, в том числе минималистично. Ну какие там классные мозаики наверху. И вот эти алюминиевые дуги у тебя над головой, это еще и станция с дополнительным интерактивом. Особенно с детьми мы практикуем. Берем монетку и фигачим по желобку в этому тоннелю, в этой арке монету. И она выпрыгивает на противоположной стороне. Там свадьба, по-моему, сейчас играет. Там ЗАГС на Маяковской. А, да, наверняка, кстати. Так вот, кроме Маяковской, обязательно Новослободская кольцевая. Площадь революции с этими бронзовыми скульптурами. Я обожаю еще очень светлую, просторную Кропоткинскую станцию метро. Тоже пустая. Да, пустая. Но вот в этом ее изюминка. Тоже, кстати, авторство Алексея Душкина. Он решил, что главным архитектурным элементом на станциях должен быть свет. И вот так и творил. На кольцевой ветке. Она старая, да? Что-то новое сейчас достраивается в плане вестибюлей, каких-то дополнительных выходов. Ну, может быть, не сейчас, там 10, 20, 30 лет назад. Или как все построили в 50-х? В таком виде все и существует. Да, где-то новые выходы, входы делают. Это факт. Но кардинальных изменений нет. Есть интересная особенность. Наземные вестибюли метрополитена, которые создавались в 30-40-50-е, годы, это отдельно стоящие здания на улице. А вот все более поздние вестибюли, они или вмонтированы в само здание, или вообще просто спускают под землю. Как будто подземный переход. Только буква М обозначает. Изначально, ну, в центре земли было побольше, видимо. И не скупились на отдельные здания для вестибюлей. А как откладывать какой-то отпечаток наличия станции метро? Вот непосредственно в зданиях. Это насколько комфортно, не знаю, жить. Может быть, общался ты с жителями этих зданий, когда у тебя каждые три минуты под тобой приезжает состав. Но вот жильцы в высотке на Красных Воротах, я знаю, никак не чувствуют того, что под ними метро проходит. Но мы с вами в центре Москвы можем зайти в какие-нибудь там бизнес-центры, торговые комплексы. Вот, например, в самом начале Арбата возле ресторана «Прага». Там и кафешки, и магазинчики. Вот заходишь, а под тобой станция метро Арбатская, там постоянно чувствуется дрожь регулярная. Где-то, да, это ощущается. Это еще зависит от того, на каком заложении сама станция метро. Глубоко или не очень глубоко. Вот Арбатская неглубокая станция, поэтому ощущается. А вот длина платформ станций на той же кольцово, она везде одинаковая. И почему именно под такое количество вагонов ее делали? И, может быть, в 50-х, 40-х вагонов было меньше или все время одинаковое количество? Количество поездов на составе постоянно менялось. Вот я не припомню в метрах длина, но, в принципе, когда в 30-е, 40-е, 50-е метро строилось, достаточно было бы вестибюлю рассчитать на 4 вагона, максимум на 5. Этого еще лет на 100 точно бы хватило с запасом, но они изначально все на 6 и 7 даже вагонов некоторые. Это, конечно, и титанический труд. И вот на кольцевой линии изначально было по 6 вагонов в составе, потом сократили, потому что пассажиропотока не было столько, до 5 вагонов, потом до 4 вагонов, а сейчас снова 6, если не ошибаюсь, вагонов входит в составе. Количество меняется. Наше метро строили с запасом на действительно десятилетия, уже даже столетия. В принципе, вся Москва так строилась. Если высотка перед ней, площадь гигантская, если проспект, то полос по 8 в каждую сторону. Зачем, казалось бы, с таким размахом строить? Но уже тогда архитекторы понимали, что проектировать нужно запасом на лет 100. А на кольцевое метро еще есть какой-то запас под количество вагонов? Или на всех станциях уже все впритык, и там следующий вагон не поставить? Да, насколько я помню, уже впритык. Но, тем не менее, запаса хватает. И насколько раньше, реже ходили поезда по кольцу? То есть, насколько частота сегодня выше? Часы пика поезда у нас приходят каждые 30 секунд. Это, кажется, рекорд в мире. Кольцо самая частая станция в плане смены поездов, да, новых? Я думаю, да. Кстати говоря, на момент строительства нашего кольца оно было единственным подобным в мире. Ни одна другая сеть метрополитена не могла похвастать своим кольцом. Сейчас кольца есть в других городах, конечно. Это жалкое подобие. Ну, извиняюсь, там не такие красивые станции метро, самое главное. Вот вспоминается, в городе Глазго есть одна единственная линия метрополитена, она кольцевая. Там кольцо. А еще мне нравится, что в нашем метро одна оплата, сколько бы ты ни ездил. Да, это тоже очень гуманно. А в некоторых метрополитенах от одной до другой и там, черт-то, ногу сломит в системе оплаты. Ну что, спасибо огромное. Домой на метро? Естественно. Спасибо за приглашение. Спасибо, счастливо.